Это новости на 49 канале в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. К памятнику Шила только с документом. Новосибирский зоопарк в юбилейном вихре. Уголовное преследование основателя ТИО на противостоянии общественности и правосудия. Марокканский гашиш не дошел до потребителя. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность межрегионального наркотрафика. А теперь я и мои коллеги расскажем о самых главных событиях дня. Памятник легендарному директору Новосибирского зоопарка Ростиславу Шила открыли на берегу Лебединого озера. На мероприятии присутствовали первые лица города и региона, полпредсибирского федерального округа и представители иностранных зоопарков, приехавшие на научную конференцию в Новосибирск. Как это часто бывает с нашим зоопарком, не обошлось без накладок. О новом памятнике, а также о том, есть ли у города претензии к деятельности муниципального предприятия, каковым является новосибирский зверинец, расскажет Василий Акимов. Ростислав Шила на берегу Лебединого озера сидящий за столом в беседке и кормящий с руки белку. Таким предстал перед посетителями зоопарка легендарный директор Зверинца. Говорят, что при жизни это было одно из его любимых мест, то ли поэтому, то ли еще по какой причине. Но вплоть до прибытия губернатора, охрана не пускала к нему даже журналистов без документов, что периодически приводило к небольшим конфликтам. Монумент изготовлен на одном из заводов Новосибирска по эскизам скульптора Александра Воронцова. Год назад сообщалось, что сумма контракта 1 миллион 850 тысяч рублей. Вес скульптуры около 800 килограммов. Оценки высказываются разные. Одни видят в ней изъяны, другим, напротив, нравится. Хотя насчет доброй памяти Ростислава Шила разногласий нет. Печально, а может даже очень несправедливо, что 70-летие нашего зоопарка, коллектив, все мы новосибирцы отмечаем без его легендарного, бессменного руководителя, который сделал своими руками, своим неравнодушием судьбу этого величайшего объекта. По поводу сегодняшней ситуации в зоопарке, споров гораздо больше. Как правило, связаны они с взиманием с посетителей денег за те или иные услуги. Например, за автопарковку. Были замечания, были там вопросы по парковке, вы знаете, но они были абсолютно устранены. Это была, так скажем, глупость, которая не имела никакого, так скажем, подоплека. И сейчас она устранена, и все у нас нормализовано абсолютно. Новосибирский зоопарк сложно назвать дешевым местом для отдыха. Тем не менее, многие горожане, готовые платить немалые деньги, считая, что они так или иначе идут на содержание зверей. Мы понимаем, мы хоть и пенсионеры, но понимаем, у всех кризис, у зверюшек тоже. А сколько они едят, а сколько едят звери-то? Что ж, большинство горожан гордятся нашим зоопарком. Будем надеяться, что и дальше скандалы и высокие цены не будут омрачать радость от соприкосновения с природой. А количество уникальных животных будет в нем расти из года в год, как, собственно, и было во времена Ростислава Шила. Уникальные фотографии об истории строительства Новосибирска ГЭС украсили сегодня станцию метроплощадь Ленина и тематический вагон. Панорамные снимки профессионального фотографа Бориса Мордуховского передают колоссальный размах сооружения гидростанции. В историческое путешествие отправилась и наша съемочная группа. В 1950 году профессиональный фотограф Борис Мордуховский получает весьма серьезный заказ. Он должен был ежедневно фиксировать все, что происходит на строительных площадках Новосибирской гидростанции. Приезд первых строителей, установление кранов, монтирование гидроагрегатов. Фотографии поистине уникальны. Они передают колоссальный размах сооружения ГЭС. Но по большому счету, когда мы стали работать над материалами архивными и готовиться к юбилею, а нам в этом году исполняется 60 лет 10 ноября с момента пуска первого гидрокрегата в промышленную эксплуатацию, мы поняли, что в нашем архиве очень много ценных материалов, которые важны для жителей прежде всего города Новосибирска и Новосибирской области в целом. Потому что на тех архивных фотоматериалах, которые мы обрабатывали и анализировали, мы увидели на самом деле целую эпоху становления строительства города Новосибирска, ну и энергетики города Новосибирска в целом. С 1950 по 1959 фотограф подробно, шаг за шагом, фиксировал строительство ГЭС. Из огромного количества снимков на выставке представлено 22 фотографии. Многие из них впервые представлены широкой публике. Организаторы выставки Музей Новосибирска, Метрополитен и ГЭС с гордостью рассказывали, что такой фотолетописи с панорамными снимками нет ни у кого. Подобные, но более скромные архивы есть у оперного театра и облпотреб Союза. Жители двухэтажных домов на улице Невельского и Фасадной уже не первое десятилетие ждут благоустройства общего двора. Пока ждали хороших дорог, капитального ремонта и подстриженного газона под окнами, вокруг домов уже успел вырасти непроходимый лес, который теперь стал причиной сырости и многочисленных насекомых. Вокруг небольшого двора, заросшего крапивой и бурьяном, стоят несколько ветхих двухэтажек. У домов нет дороги, в квартирах сырости плесень из-за отсутствия солнечного света. За долгие годы запущенности тут уже кольцом вырос небольшой лес, за которым специальные службы упорно отказываются ухаживать и подрезать дикие кущи, а также игнорируют просьбы о вырубке аварийных тополей. За домом, в частности, 47-й дом, у нас растут деревья самосенцы. Выросли огромные света, белого мы не видим. Благодаря этому у нас в квартирах сырость, вот обои отстают. Сильный ветер был, вы знаете, какие у нас ветра этим летом. И просто огромный сук, его просто-напросто оторвало, сломало. Вся детская площадка, вот эта вот наша, была завалена вот этим огромным, ну, можно сказать, деревом. У нас сейчас очередной начальник жил, то есть в нашем дворе они просто-напросто не появляются. Ну, хотя утверждаю, что здесь работает техника, которой нет. Упавшая ветка действительно была внушительных размеров. Повезло маленьким детям, что они не играли в тот день на дворовой площадке. Жители домов устали ждать помощи. Их же личная организация, ЖО номер 84, известная многим собственникам домов Левобережного района, крайне неудовлетворительным обслуживанием, по традиции бездействует. А региональные власти постоянно сдвигают сроки благоустройства, начиная с 2004 года. Пошел уже второй десяток, как людям приходят отписки в ответ на их письма. Ответ на то, что благоустройство нашего двора не будет произведено, был такой администрацией, что наши дома нерентабельны. Вот это мне непонятно абсолютно. Вот так и живут в нерентабельных домах с нерентабельной дорогой в окружении бурьяна и дикого леса. В управляющей компании нам ответа пока получить не удалось. И не удастся, заявили жильцы, имея большой опыт осаждения кабинета в ЖО. Начальство компании советует людям восстанавливать ветхие подъезды и ухаживать за дворами за свой счет. Только вот зачем тогда люди оплачивают услуги коммунальщиков, непонятно. С просьбой о помощи к нам обратилась мама 11-летней Настя Пискаревой. В семье трое детей, а Настя вместе с сестрой-близняшкой страдает детским церебральным параличом. Лечение продвигается успешно, однако требуется специальное кресло-коляска. У матери-одиночки нет денег на столь дорогостоящую покупку. С момента рождения Настя борется с тяжелым недугом – ДЦП. Как-то еще совсем маленькая была, и не так заметно, и непонятно, что потом уже стало понятно с ней. Лечь, массаж начался, еще года не было там всем. Массаж, гимнастика в основном. Насте 11 лет, прошла программу третьего класса обычной школы и даже переживает от того, что из-за своего недуга не может помогать домочадцам по домашним делам. Девочка мечтает стать актрисой. Как встанет на ноги, пойдет на занятия в театральную студию. Очень она такая внимательная, память отлично запоминает, она и сфантазирует, она такое расскажет. Стихотворение любит. Вот прочитаю раз, она рассказала все. У нее мечта театральный поступок, мечта такая. Ну вот на ножки встанем, даст Бог как-нибудь, разговаривать получше будем. В прошлом году Настя прошла лечение в Институте медицинских технологий в Москве. Благодаря этому у девочки снизился тонус мышц. Развились мелкая моторика и речь. Она стоит у опоры, пытается ходить с поддержкой. Но случилось несчастье. Сломалась коляска. Все планы на возможное излечение оказались под угрозой. Пока пользуется взятой на прокат. Но при ее диагнозе это кресло пользы приносит мало. Это не коляска. Ей надо примашивать спину, она сидит согнутая, выпрямили ноги. Они опять согнутые, все. Без коляски лечение Насти может затянуться надолго, говорят врачи. И коляска эта модель позволяет держать ноги прямыми. И там еще и для спины очень много всяких регулировок. То есть осанку можно держать. Увы, модель коляски, подобранная врачами, не оплачивается государством. Цена почти в 150 тысяч рублей неподъемна для матери-одиночки, воспитывающей троих детей. Надежда на помощь добрых людей. Наша телекомпания обращается ко всем, кто может помочь Насте. Пожалуйста, отправьте смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Отправлять их можно в неограниченном количестве. Следить за ходом сбора средств в режиме реального времени и затем, как они были израсходованы, можно на сайте Росфонда. В Кольцово на военном полигоне стартовал четырехдневный этап международных армейских игр 2017 «Стрельба». Команды в спокойном режиме поражают цели из всех видов оружия. Несмотря на хорошую подготовку, возникает множество сложностей. Подробнее об этом Алексей Кузьмин. Первый день одиночной стрельбы проходит в спокойном режиме. После двух дней динамичной тропы разведчика у солдат есть возможность выдохнуть. Перед тем, как взять в руки автомат, бойцы демонстрируют навыки в метании ножа и штыковой лопаты. У нас дистанция, коридор от 4 до 6 метров. Кто-то отсчитывает шаги 4 метра четко, а кто-то просто наугад встает в эту зону и из-за того, что нечетко встали, производят ошибки. Как говорит капитан команды Зимбабве, метать нож непросто. В основном они стреляют из лука. И если бы кто-то из другой страны попал к ним на полигон, то цели точно не достиг. Тем не менее, несмотря на разную специфику, 85% африканцев попали в цель. Лопаты втыкались лучше. С ножами возникли небольшие проблемы. За несколько дней мои парни показали себя на должном уровне. Ошибки и недосчеты неизбежны. Мы готовились недолго, времени было мало. Поэтому в играх сделали, что смогли. Метание гранат, стрельба из пистолета, автомата, гранатомета, снайперской винтовки и РПГ. Универсальный разведчик должен владеть всеми видами оружия. Правила для всех одинаковы, подготовка разная. Но в основном команды с заданием справились. Впереди еще три дня стрельбы, затем марш-бросок и подведение итогов. В честь Международного дня светофора, который отмечается 5 августа в 211 Новосибирской школе, прошло празднично-образовательное мероприятие. Чтобы рассказать и показать детям все, что касается безопасности дорожного движения, пришли артисты, сотрудники ГИБДД и наша съемочная группа. В ГИБДД Новосибирска используют любую возможность, любой повод для пропаганды безопасности дорожного движения. Вот и в Международный день светофора в 211-й школе собрали детей из нескольких близлежащих летних лагерей дневного пребывания. И устроили для них праздник с множеством виртуальных станций или игровых локаций. Каждая станция ориентирована на познавательную деятельность, где ребенок что-то узнает новое и может проверить свои знания в области правил дорожного движения, а также на сплоченность коллектива. И, конечно, эти дети теперь будут все знать о светофорах, о том, как они работают и для чего устанавливаются. Но на последний вопрос лучше всех ответ знает главный инспектор ГИБДД Новосибирска. Конечно, они играют первую ключевую роль в организации дорожного движения, в увеличении пропускной способности. Технологии светофоров идут к тому, что они начинают уже самостоятельно, в автоматическом режиме выбирать цикл, режим, пропускную способность светофорного объекта. И мы видим в этом будущее. И, конечно, больше светофоров должно появиться рядом со школами. Однако программа по развитию и обустройству уличной дорожной сети вблизи образовательных учреждений, сообщили в ГИБДД, в Новосибирске выполнена всего лишь на 30 с небольшим процентов. Между тем, большинство учащихся в школу добирается самостоятельно. И безопасность этих маршрутов просто необходимо обеспечивать. Ну а пока этого нет, детей надо хотя бы научить этой безопасности. Советский районный суд Новосибирска продлил домашний арест гендиректору холдинговой компании ТИОН Дмитрию Трубицыну, которого обвинили в фальсификации очистителей воздуха. Уголовное преследование основателя ТИОНа вызвало серьезный общественный резонанс. Жители Академгородка массово встали на защиту предпринимателя, утверждая, что тот внес серьезный вклад в науку и разработку медицинского оборудования. А под следствие он попал из-за несовершенства законодательства. Группа научно-исследовательских и торговых предприятий Дмитрия Трубицына уже более 10 лет занимается разработкой передовых решений для очистки и обеззараживания воздуха. Является резидентом Академпарка и партнером многих вузов. Оборудование ТИОНа используется по всей России, помогая проводить в медицинских учреждениях безопасные операции и снижая риск инфицирования в помещении. Только вот в нашей стране есть некоторые законодательные несовершенства, из-за которых инновационные разработки становятся не гордостью, а поводом для уголовного преследования. Напомню, что Дмитрий Трубицын обвиняется в производстве и сбытии незарегистрированного медицинского оборудования. Уголовное преследование человека, уважаемого в научных кругах, вызвало широкий общественный резонанс. В здании советского суда прибыло не менее 50 горожан, чтобы поддержать Трубицына. Платит миллионные налоги, занимается бизнесом в России. Никуда он мог бы вообще этот бизнес давно платить налоги в другой стране и заниматься. Беспредел какой-то по отношению к нему. Да если за это, вот как против него дело, то у нас кто молоко делает, кто не знает, кто что делает, хоть трамвай выпускает. Все, у всех какие-то косяки. Ну что теперь, все, всю страну пересажают. В ходатайстве было много, было много поручительств, было представлено открытое письмо, которое подписало больше 160 горожан, это жители Академгородка, жители Новосибирска. Как заявляет защитник Дмитрий Трубицын, ни события, ни состава преступления в деятельности предпринимателя нет. И в таком неоднозначном деле должен быть индивидуальный подход, так как речь идет об инноваторе в очень сложной плоскости регистрации медицинских изделий. Если мы говорим о статье «Инкриминируемый Дмитрию», здесь можно говорить о молодости этой статьи, она введена в уголовный кодекс только в 2015 году. И скорее, это сама по себе диспозиция этой статьи, она направлена именно на незаконное кустарное производство, но никак не охватывает собой именно масштабное инновационное производство, имеющее все технические условия, все разрешения. На данный момент Дмитрию Трубицыну был продлен домашний арест до 5 октября. Коллеги и друзья предпринимателей, а также сотни поддерживающих его горожан, от простых студентов до известных людей науки, надеются, что в этом нелегком деле все-таки восторжествует справедливость. Добавим также, что дело слушается в советском суде, том самом, где ведутся разбирательства в деле общественника Павла Подьячева, борцом с коррупцией, который погиб в СИЗО, находясь там по обвинению в получении взятки. По всей видимости, под окофемиды в Академгородке принципиально попадают выдающиеся активисты и ученые. Покупал секретную информацию представителей сотовых операторов об их абонентах и перепродавал детективным агентствам. Суд посчитал эту деятельность противозаконной и приговорил предприимчивого новосибирца. А вот какому наказанию расскажет наш корреспондент. Приговор суда вынесен жителю Новосибирска за незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну, совершенной из корыстной заинтересованности. Сотрудники Новосибирского УФСБ еще в апреле 2016 года пресекли противоправную деятельность этого гражданина. Как установлено в ходе проведения оперативных мероприятий, этот гражданин за денежное вознаграждение получал у сотрудника одного из операторов мобильной связи данные биллинговых соединений абонентов. При приобретении указанных сведений на магнитном носителе информации с детализацией телефонных соединений абонентов, Новосибирец был задержан сотрудниками Новосибирского Управления ФСБ с поличным. Данные об абонентах оператор мобильной связи подсудимый перепродавал представителям детективных агентств. Суд признал его виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. За минувшие сутки в Новосибирске произошло несколько заметных пожаров, в том числе и с гибелью человека. О том, как их тушили, как вели себя погорельцы в нашем следующем репортаже. 3 августа около 9 часов вечера на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре на одном из участков в садовом обществе «Буревестник». В результате возгорания огонь полностью уничтожил домик. В ходе тушения и проведения аварийно-спасательных работ под завалами был обнаружен, к сожалению, погибший. В настоящее время проводится доследственная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение. Возгорание в садовом домике произошло предположительно из-за неисправности электрооборудования. Еще один пожар случился в пятницу утром в многоэтажном доме по улице Киевская в Ленинском районе города. В данном случае умелые действия как самих жильцов, так и проведения аварийно-спасательных действий удалось избежать человеческих жертв. Но все содержимое квартиры, все имущество сгорело полностью. По каким причинам случился пожар, в МЧС пока не уточняют. Гашиш марокканского производства пытались продать гости из Красноярска местному крупному наркодилеру. Однако сотрудники Новосибирского управления ФСБ не позволили этому случиться. И сейчас говорят о пресечении межрегионального канала сбыта наркотических средств на территории Сибирского федерального округа, организованного представителями цыганских преступных группировок. Гашиш – это общее название целого ряда психотропных продуктов из конопли. Так вот, этого зелья гости нашего города, мужчины и женщины из Красноярска, привезли почти 3,5 килограмма. Сотрудники ФСБ взяли их прямо в момент передачи груза покупателю. Все участники преступной сделки – это представители цыганских организованных преступных группировок, занимающихся наркоторговлей. Теперь в их отношении возбуждены уголовные дела. Все фигуранты задержаны. Традиционный праздник «Шеф-ту-пипл» в этом году собрал более 2,5 тысяч гостей. Организатором шоу выступила Сибирская федерация рестораторов и ательеров. Главная идея мероприятия была обозначена как возрождение культурно-гастрономических традиций и популяризация профессии шеф-повара. В масштабном фуд-баттле приняли участие шеф-повара из Томска, Алтайского края, Турции и Новосибирска. 10 команд в каждой по 15 человек. Участникам необходимо было за два часа приготовить по два фирменных блюда. Список продуктов до последнего момента держали в секрете. И только перед самым началом он был продемонстрирован. Мраморная говядина из Алтайского края, дальневосточные крабы и устрицы, мясо курицы, сыр, овощи, фрукты – все от российских производителей. Для многих команд конкурсное задание оказалось довольно простым, и участники приготовили более четырех блюд. Сочетание несочетаемого – стейки, соусы – одна из главных задач грандиозного мероприятия – это возрождение культурных кулинарных традиций в России. К сожалению, профессия шеф-повар в нашем регионе не считается престижным. Зачастую, приходя в ресторан, посетители крайне редко интересуются, а кто нам будет готовить, кто главный на кухне. К примеру, в Европе шеф-повар – это лицо ресторана. В Италии и Франции существуют целые династии шеф-поваров. Участники охотно делились своими кулинарными секретами, а все желающие могли продегустировать и оценить мастерство каждой команды. На праздник пришло более двух с половиной тысяч гостей. Для детей и взрослых была организована насыщенная развлекательная программа – демонстрация мультфильмов, пенная вечеринка, прыжки на батуте. Все участники кулинарного батла получили призы и подарки, ну и, конечно, массу положительных эмоций. В предстоящее воскресенье 6 августа на Новосибирском аэродроме Мачище пройдет авиашоу, в котором ожидается участие почти сотни самолетов и вертолетов. Гостей праздника ожидают показательные выступления российских летчиков. Судя по опыту прошлых лет, это событие вызывает немало интерес среди горожан и большие пробки на пути в Мачище. Впрочем, организаторы постарались, чтобы до места проведения авиашоу можно было добраться быстро и с комфортом. Электричка. Транспорт, хоть и не отличающийся особым комфортом, зато никакие пробки ему не страшны. По информации Пресс-службы регионального правительства, до станции Мачище запустят 7 дополнительных пригородных электропоездов к началу мероприятия от вокзала Новосибирск-Главный и 9 дополнительных в обратном направлении по окончании авиашоу со всеми остановками в пути следования. Автобус номер 189 с 8 до 16 часов будет следовать до аэродрома Мачище. Также до станции Мачище можно будет доехать на маршруте номер 130. От железнодорожной станции Мачище до аэродрома будет ходить чем ночь на автобусный маршрут с интервалом в 5-10 минут. Владельцы автомобилей также не забыты. Для них будет организована парковка, рассчитанная на более чем 7 тысяч мест. Так что есть надежда, что неудобства никому не испортят праздник. На этом все. Наши новости всегда на сайте www.nsk49.ru. Ваши мы ждем рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и хороших выходных.